Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на наших, но уже становящихся традиционных, собраниях, которые организаторы называют так, пробные лекции. Это не совсем лекции, потому что все-таки пол лекции, да, академический час, 45 минут. Лекция длится, ну, для тех, кто не знаком, полтора часа, без перерыва, полтора часа материала, который читает преподаватель по такому-то курсу. Ну, вот уже который год у нас происходят вот такие пробные лекции, тесты, да, вот такие для решения, может быть, поступать, не поступать. И иногда действительно какие-то выстреливали даже, да. В прошлом году было несколько студентов, до сих пор они, в смысле, они до сих пор у нас учатся, конечно, первый курс до сих пор подходит, мы общаемся, которые были вот на такой-то лекции. А кто-то даже, поступивший в другие заведения, в РГПУ, из ПДГУ, также вот обращается в плане знакомства, да, вот такие мероприятия. Меня зовут Синицын Александр Александрович. Я являюсь доцентом кафедры философии, педагогики и религиоведения здесь, в РХГ, и читаю несколько дисциплин гуманитарного цикла. Ну, значит, история, это всеобщая история, она включает древний мир, средние века, до начала нового времени, история отечественная, история России, также мифология и античная литература. Ну, есть еще и специальная дисциплина, вот для тех, кто философ, религиоведы, это курс называется, он семинарское такое практическое занятие, он называется «История религии древней Греции» и прочие, 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 истории цивилизации, истории культуры и так далее. Ну, вот все это относится к блоку гуманитарной дисциплины, гуманитарного цикла. Что еще из вступительных вещей? Сегодня, в прошлые два года, я предлагал, внимание, значит, какую-то на выбор лекцию по античной литературе. Что может быть интереснее, чем античная литература? Отвечаю, античная история, вот, которой я, собственно, и занимаюсь. Вот, и по античной литературе в прошлом году у нас было греческие историки, скажем так, про отцы истории, да, Геродот, Фукидит, отцы истории, да, до этого мы говорили о театре и драматургии греков, а сегодня, договорившись вот с главным организатором Игорем Владимировичем Хмарой, мы решили, что пусть будет история. И я расскажу один из сюжетов, истории, ну, так, чтобы связать с культурой в целом. Где-то мы коснемся языка, где-то мы коснемся, ну, разных тем, в том числе, я думаю, что и о театре несколько слов скажу. Поэтому тему сегодняшней встречи я бы объявил так. Греческий полис и космос. Полис и космос. Слово полис, ну и космос, вошли и в наш язык, и во многие европейские языки. Слово полис, оно, как бы, многозначно и для нас, ну, я бы сказал так, потаенно. Вслед за немецкой историографией 19 века стало устойчивым в нашей литературе, в исследовательской литературе давать буквальный перевод. Вот немецкая штат, штат, да, город, государство. И у нас вошло во все учебники и в справочную литературу. Полис, греческий полис, это город, государство. То есть, странно, да, с одной стороны, локально город, ну, и вместе с тем, он, как бы, отделен от других таких же городов, потому что он самостоятельный, автономный, сплошные греческие термины, да, астократичный, он самовластный, самозаконный, да, он отделен от всех остальных маленьких государствочек. И я сразу скажу, никогда Греция не была единой. Речь идет о Древней Греции. Она охватывала огромную территорию в бассейне Эгейского моря, в нашем Черном море, по Южному побережью, вплоть до, ну, то есть, Средиземное море, вплоть до Гераковых столпов. И настолько плотно селились греки по югу Апеннинского полуострова, в современной Италии, Сицилия, здесь у носочка Апеннинского полуострова, что даже эту территорию стала принята, сами греки называли, Великой Грецией. Ничего себе, да, нынешняя, нынешняя Италия, земли современной Италии. Вот, и чего-то все равно не хватает. Ну, мы же с вами представляем примерно, что такое город, да, примерно представляем, что из себя представляет государство. А это, ну, по разным подсчетам, вот, современный исследователь, профессор Тимиран Хансен, да, датский исследователь, один из таких крутых, наверное, исследователей Греческого полиса, последние лет 30-40, он директор института, который специально занимается греческим полисом. Вот, по подсчетам, от 900 до 1400 греческих полисов. Ну, я обычно так указываю, около 1000. Почему? Потому что мы не знаем, вот это поселение, оно было, город, государство, понимаете, да? То есть, мы в источниках об этом не говорится. Хорошо, если сами античные авторы тексты, тексты, письменные тексты, указывают в полисе таком-то, да, или там, поли-то такие-то, прибыли-то, ок, мы понимаем, что оттуда прибывшие, значит, эта точка была полисом. Так вот, слово вроде бы, как и определенно, да, город, но все равно оно вот таит в себе какой-то необычный смысл. Что такое полис, мы будем с вами сегодня говорить. И второе, ну, как я предлагаю, да, сегодняшнюю тему построить, полис и космос. Греческое слово космос, но космос, оно не менее многозначное. Вроде бы, вошло в европейские языки, и нам с вами, с молодых ногтей, это слово знакомо, да, и космонавты, кстати, да, наус. Вот то, что с кораблем связано, космонавт, что там еще, космический и прочее, и прочее. Но я скажу однокоренное, однокоренное слово косметика, косметика. Космос – это украшение. Космос – это мироукрашение. Космос – это мироустройство, миропорядок, миро, скажем, вот еще одно слово греческое – гармония, да, миро такая, гармония, слаженность устройства. Ну и, конечно, косметике греческое, оно как раз вот, этот корень в нем и присутствует, то, что связано с украшением. Греческая история дорастает до организации полисы со временем. Вся греческая история делится на, условно, да, в современной историографии на отдельные периоды. Первые периоды мы можем даже назвать временем протоцивилизации. Это кекласская культура, троянская культура. Ну вот, значит, как бы мы их опускаем, да, вот эти так называемые протоцивилизации. А Крита – Мекенская культура, или Мекенский период, который охватывает ряд столетий второго тысячелетия. Это время великих дворцов. Это время, когда дворцы на Крите, значит, обратите внимание на карту, вот остров Крит, который как бы является таким, вот остров при входе в Эгейское море. Здесь огромное пространство Средиземного моря, которое здесь не заплачено, да, которое сами гречеси называли наше море. И вот при входе в Эгейское море, Эгирида, находился остров Крит. Действительно, интереснейшая культура, очень развитая, рана, рана, как бы заедившая оседель. Почему? Да потому что находилась на перекрестке путей морских. Из Северного Египта на восток – Азия. Ну и обратно, да, из Азии через Крит, Египет. Из Балканской Греции – Азию и обратно, и так далее. Вот здесь складывается особая культура, которую принято называть культура дворцов. Управляет жрец-правитель, создаются такие большие комплексы. Один из таких, Кносский дворец, был открыт, ну, сто с небольшим лет назад, в начале 20 века, английским, британским исследователем Артуром Эвансом. Он сэр, сэр Артур Эванс. И из-под земли были открыты унины, дворец восстановлен. И ныне мы можем погулять по, скажем так, по сайту, да, вот этого дворца. Это удивительно. Ну, на самом деле, это желание увидеть больше, чем эффект от самого увидеть. Ну, извините, уж, наверное, не под запись. Туристов, тьма и страшная жара. Нам удавалось попутешествовать. Это недалеко от северного побережья, в центре острова, недалеко от северного побережья Крита. Вот здесь вот. Но, но и многие другие дворцы. Малия, здесь же на севере, Катазарго, далеко туда, на восток. Дворец Фес, где найден знаменитый Фес Егис, который до сих пор не был расколдован. Который был шифрован, да, вот запись на него. И так далее. И ряд дворцов находился также на Пелопонесе. Это полуостров Пелопонес, потому что он соединен в Каринском дорешейке, ну, или истмийским дорешейком с материком. И здесь по названию одного из дворцов, Микены, Микены в мифической сумме, правда, вот этим дворцом, знаменитый Адамян, тот самый, который предводил всеми войсками греков, да, гречи греков и их союзников, под Трои. Поэтому и принято было называть эту дворцовую культуру Крито, по названию дворца Микенский. Крито Микенский. Удивительные. Они различаются. На лекциях я буду об этом рассказывать. Но масса сходств, и они примерно в одно и то же время ушли. Дворцы были заброшены, сорвенные дворцы были растащены, позаросли. И в итоге, и в итоге это приводит к тому, что вот раскопки, да, раскопки этих дворцов, это уже дело нашего времени. Это все еще до Кольца. А вот следующий период. Сейчас попробуем. Следующий период условно принято называть Гомеровским периодом. Гомеровский период или предполесный период, предполесный период, или иногда называют темные века. 11-9 века до новой эры. Три столетия. Дворцы заброшены. Предыдущая культура все, сгинула. Проблема, почему, ну здесь масса версий, масса предложений. Ну вот три таких концептуальных бы я выделил, но пока вот как тайна такой оставить, да, приходите на лекцию слушать. Вот. И наступает следующая эпоха, которая была несколько шагов назад. Как будто, как будто цивилизация отступила, да, в своем развитии. И представьте себе, нет письменных источников. Нет письменности. Дворцы заброшены. Люди, ну как, живут в селениях, да, есть свои выжаки, правители в этих селениях. И вот так мало сведений об этом три столетия, периоде, что опирается в основном на поэмы Гомера. Гомер, который не сочинял историю. Это эпос, более того, в котором действуют герои и боги. Это нереальные, как бы, да, правители прошлого. Ну, или такие легендарные правители прошлого. Но через источник Илиада и Одиссея, давайте я запишу, Гомер, поэмы Илиада и Одиссея, мы, современные исследователи, чествуют какие-то малые крохотки для того, чтобы реконструировать историю. Ну, на самом деле, если бы мы с вами опирались на войну и мир, ну ладно, война и мир, да, это прозаическое произведение, роман эпопея, где действительно там прототип. Ну, вот, скажем так, пытались бы по Медному всаднику или Евгению Онегину, да, реконструировать первую четверть, первую треть, да, 30-е год написание русской истории, начало 19-го, ничего себе, да. Но здесь-то еще пуще, потому что мифические сказания, но по каким-то крупицам, крупицам восстанавливают этот период. Поскольку сведений очень мало, условно стали называть Гомеровский период. А второе под названием Тёмный век, ну, потому что нет сведений, потому что как будто действительно Солнце и Лады, взойдя в предыдущее столетие, да, в акритомикянский период, как бы попало в такое затмение, да, в Тёмные века. И вдруг, и вдруг появляются эти поэмы. Это начало-начало всей европейской культуры. Поэмы Гомера и Лиады и Одиссера. И вот следующий период, это период, который называют становление полиса, период, который, как бы, является таким культурным переворотом в греческой истории, так называемый архаический период, здесь я его обозначил, архаический период восьмой-шестой века до новой эволы. Архаикос древний, это греческое слово, так же, как антикос в латинской, тоже древний. Но принято называть античным, вот антикос, да, принято называть не весь древний мир. Восток вообще не попадается. Вообще мы знаем, что вся история начинается на востоке. История культуры начинается на востоке. Экс-ориент-элюкс, да, свет с востока. Вот, но греки, запоздавшие на столетия, на тысячелетия, вдруг активно воспринимают достижения своих восточных соседей, такой апгрейд наступает, да, и они это выдают за свое, и вдруг в считанные восьмой-седьмой-шестой века заявляют о себе, это же был где-то аппендикс там на западе. Запад, что такое западе, там, где солнце западает, да, где день, так сказать, заканчивается, планица закапывает. Вот, там, где заходит, да, а все здесь, на востоке. И вдруг греки вот в эти три столетия настолько активно заявляют о себе, что в девятнадцатом веке один известный француз Эрнест Рунау назвал это греческим чудом. Как и почему произошло, мы не знаем. Есть версии. Многие, в том числе отечественные исследователи, у нас очень сильное отечественное антиковедение, ну, вот с девятнадцатого века, да, с девятнадцатого века российское антиковедение, предлагали свои версии, французские, немецкие, значит, англо-американские исследователи, русские исследователи, о чем говорили? О том, что активное использование железа, появление вот этого нового, активное введение этого нового металла освобождало и время, да, и делало более мощными орудия, труда, оружие и так далее. Это давало время, давало возможность ценнейшего, что ценили греки, это досуг, досуг, чтобы заниматься собой, чтобы заниматься мыслью, жить на море, думать о море, слушать музыку, и так далее. Вот. Другие исследователи говорят, что здесь, наверное, было связано активно с активной греческой колонизацией. Вот сейчас я пролистаю, потом к этой картине еще вернемся, покажу маршруты греческой колонизации. Вот посмотрите. Греция, нынешние Греции, это вот здесь. Это вот здесь, нынешняя Греция, это полуостров Пелфанес и, собственно, да, территории до северной Эллад, ну вот до севера, захватывая Халкидику, захватывая северные побережья Эгейского моря, вот, современной Греции, да, ну и, конечно, острова в Эгейском море, острова, некоторые там даже спорные с Турцией. А что такое была Эллада древняя? Это вот весь этот мир, да, отмеченный вот этим, как бы, бледно-красным цветом, да, вот где находились Греции. Вплоть до Испании. Массалия, Массалия, греческие кавырики, Марсалия, вплоть до Испании, вплоть до отдаленных, самых отдаленных территорий на западе, вплоть до самых отдаленных, что такое Таноис? Это в нескольких десятках километров от нашего Ростова-на-Дону. Таноис на самом северо-востоке, да, и все это был греческий мир. И здесь, и в долине Нива, Навкратис, но он здесь не обозначен, Керена, северное побережье Африки и так далее. Вот все это был греческий мир. Может быть, активность греков, которые начали, ну, не знаю, и завладевать новыми территориями, и знакомиться с новыми народами, да, в которых, видя других, как в зеркале, они узнавали и себя, мы отличны чем-то, они задумывались о себе. Вот эта вот экспансия экономическая, политическая, культурная и так далее, может быть, тоже стала причиной вот такого взрыва, да? Другие исследователи предлагают, ну, вот я тоже как бы и ряд работ писал на эту тему, предлагают, что здесь, наверное, и специфика характера греков, какая-то особенная психология греков, я уже упомянул, да, использовали в достижении Востока, и так их обновляли, выдавая за свои... С чем это было связано? Вот с тем, что, я отвечу по-гречески, агон, агон, присущая черта, агональная черта, присущая грекам, греческой культуре. Что такое агон? Ну, опять же, там ряд значений, борьба, состязания, соперничество. Они соперничали во всем. Соперничали в речах произносимых. Соперничали, вот, горшечник создает сосуд, наносит изображение и ставит на нем свой лейбл, скажем так, да. Вот, меня сделал такой вот, как-то говорит сосуд, да? Что такое олимпийские дигры, истмийские дигры, пифийские дигры и так далее, да? Немейские состязания. Это же состязания. Спортивные состязания. Музические, то есть в искусстве. А что такое театр? Ну, останется время, может, в конце я еще расскажу о греческом, о феномене греческого театра. Но что такое театр? Это не в смысле сходить с женой или с дочкой на постановку, а известный репертуар ставились в Афинах, как мы знаем, ставились два раза в год, трагические постановки. В праздники Диониса собирается все гражданское население, обязательно, да, присутствует. И они не зрители, они соучастники, как бы, этого действия. Они те, которые своим присутствием отмечают праздник общегородской, то есть, я бы сказал, полисное дело, но, может быть, это пока еще мы только подходим к полису. А если было более понятно, это общеполитическое дело. Это даже не совсем искусство, это политика, это единение гражданского коллектива и так далее, и так далее. Так что, чего не коснись, вот этот вот агональный момент, момент состязательства. Кто лучше, да, кто сильнее, кто лучше там, кто победитель в театральных состязаниях. Для этого судьи сидят. Судьи выбирают, кто из трех драматургов, поставивших в день по своей тетралогии, займет первое, второе или позорное третье место помидорных языков, ну и так далее. Во всем состязательстве, может быть, это дало такой толчок, но греки действительно рванули. И вот третий, и последний момент, это классический период, пятый, четвертый века, пятый до последней, третьей, четвертого века. Здесь уже варьируется, значит, хромологический рампий, но тем не менее, до начала походов Александра Великого, Александра Третьего, Македонского, когда Александр с греко-македонской армией движется на восток, он как будто разрывает греческий, греческий полис уходит в армию. Ну и, собственно, следующий период уже в несколько столетий принято называть «Кризис полиса». Итак, три столетия к полису, до этого еще, три столетия назвал предполисный период, три столетия, полтора столетия, собственно, классика, высокое развитие греческих полисов, а потом затянувшиеся на столетии кризиса. Так вот, мы с вами поговорим именно о классическом периоде и о феномене полиса. Полисов, как я сказал, вот давайте теперь покажу это на карте, вот посмотрите на эту карту. Естественно, здесь далеко не все полисы отлично, понятно. Их было свыше тысячи, да, ну или, скажем, около тысячи полисов. Это на островах, на полуострове Калапанесском, Балканская Греция, Северная Эдемида, Халкидика, все три пальца Халкидики. Огромное количество полисов в Азии, это территория современной Турции, разумеется, да, и мы еще, значит, не показываем те, которые находились отдаленно. Так вот, и никогда они не были едины. И каждый из них кичился, что я из Афины, я из, там, я, там, из Херонеи, и так далее. Подходим. Греб, я из Питера, понимаете, я из Питера, из Калининграда, я, я из Саратова. Настоящий греческий полис никогда не видел. Вот, ну и так далее. И смысл-то в том, что, в отличие от Рима, история Рима не менее интересна. И, собственно, Грецию и Рим античная культура, многое объединяет, но, в отличие от Рима, который из разрозненных общин объединяется в город, захватывает весь полуостров, захватывает Сицилию, Сардинию, Курсику, все, и в итоге захватывает весь мир, и это называется Рим, понимаете, из городка, из города становится вечным городом, и все, чем он будет владеть, от, там, с самого запада, от Испании до отдаленных восточных, от Британии до, значит, африканских этих провинций римских, это все будет Рим, это все будет именем одного города. Греки, напротив, греки так же часто объединялись союзы, как и часто эти союзы распадаются. Сим-Махея, Эки-Махея, да, это союзы, которые были связаны, скажем, оборонительные или наступательные союзы. И как они действуют? Представители полиса. Сил одного полиса не хватает, чтобы противостоять. С трудом договариваются, договорятся, договорить собрание, ну, взносы общесоюзную казну. Но условие такое, чтобы законы союза не затрагивали бы законы внутренних полисов. Понимаете? То есть, они очень беспокоились и кичились своей остановией аутор, да, сам номус закон, вот самозаконник, да, самовластием своим. И это с одной стороны разобщало, разобщало Грецию, она никогда не была едино. Что объединяло вот весь этот мир и вообще весь тот мир, который я вам показал в период Великой Греческой Коммунизации. Великой Греческой Коммунизации восьмой, шестой века, до начала пятого века, до новой эры. Что объединяло? Язык. Язык. Что объединяло? Общность мифологии. Мифология это то, в чем выражает себя дух народа. Это, извините, и воспиталка, да, она воспитывает, рассказывает же историю от дедок, му, да, и это воспитывает, это, извините, получалка, это такие рассказы, которые о делах давно минувших дней, преданиях старины глубоких и так далее, и так далее. Язык, мифология, принципиально, ну, как бы, общность, общность верований, да, боги, пантеон, олимпийских богов в разных точках истории могли варьироваться, но все знали сказания вот эти вот. Язык тоже был неоднороден. Было, ну, как считают диалектологи, специалисты по наречиям, по диалектам, свыше 90 диалеков, свыше 90 диалеков. Ну, что это такое? Ну, скажем, наверное, есть лица специфика в Калининграде, да? Ну, например, вот я из Саратов, о, Жанину, о, Гугоре. Мари, ну, сейчас так там не говорим, правда, Саратов? Да? Но все-таки, но все-таки смысл-то как раз в том, что разность диалектов одного языка, она не кардинально различала, люди понимали друг друга, написанные тексты, они были понятны, образованы и общедоступны, и так далее. Единство языка, эллинике, глотто, греческий язык. Еще одна интересная специфика, сами греки называли себя эллины, они не называли себя греки, греки так назвали их римляне, круче того, грекулюс, гречишка, как бы пренебрежительный, да? Завоевав, но попав под влияние культурное, Греция, настолько под влияние, что потом многие были обеспокоены, даже великие римляне, да, институционные, прочее, что, так сказать, уж больно большое влияние, давайте вернемся к традициям наших дедов, вот, чтобы выйти из-под этого. Но эллины и эллада, не Греция, как ныне, да, на любом языке, кстати, и ныне, сами греки-то называют, да, эллинике, демократия, да, демократия, греческой республики, греческой республики. Так вот, были четыре основные диалекта, которые располагались, которые располагались, ну, вот, давайте здесь, да, здесь на Пелопоннесе, здесь на Пелопоннесе, вот здесь в области Спарта, Спарта. Торийский диалект, Торийц, Торийц. Вот здесь вот область Арктика с центром Афины. Арктический диалек. И два таких крупных языковых наречия. Это диалект ионийский. Отсюда название области иония. Ионийский в Малой Азии, ближе к южным землям. И эолия, эолийский. Да, конечно, и в других областях своя специфика в наречии и так далее. Но вот эти вот четыре крупных пусточек. Теперь смотрите, как получается. Были вещи, которые объединяют язык, мифология, религия. Но я бы сказал так. Как, ну вот говоря, допустим, общность историй тоже не совсем попадает. Представьте себе, когда нападают персы, длительное противостояние персидской империи, которую только Александр Дмитрий упорядочил. Ну, в общем, станет наследником Ахимеида, который будет себя презентовать. Так вот, когда персы пришли в Иландию для того, чтобы ее выучить, большинство греческих полисов перешли на их солнце. И не считали себя предателем. Пришедший враг гораздо сильнее. Больше пользы нам принесет, если мы сдадимся. Представляете себе, да? Афины и Спарта выступили радикально против, да? Ну, подвиг спартанцев стала легендой. 300 спартанцев во главе с царем Леонидом. Леонидом. Фильм надо смотреть и геродов. Нет, конечно. Вот. Действительно, самый, наверное, такой фильмический, многопродуцированный сюжет. Самый великий сюжет. Подвиг Леонида ничего бы не решал. Да, противостояние Леонида со своей группой воинов. 300 спартанцев и еще несколько тысяч из других полисов. Но это не могло удержать много-многотысячную армию персов. Но то, как они себя повели и сгинули здесь, стало, в общем, стало подвигом. Подвигом на все времена. Афины их поведение. А другие полисы, не говоря за всех, большинство, подавляющее большинство, они не считали это изменой и греческой. Не было единства вот такого, как бы, единого идей, да? Почему? Ну, уже с вами, я уже сказал в этом начальстве. Все жили полисно. Полис. Ну, чтобы теперь было уже более понятно, что такое полис, давайте я скажу следующее. Полис, это с одной стороны, ну да, тогда попадает город. С одной стороны, это локально. Это локально. Территориально как-то, да, обозначено. Вот есть земли. Зачастую, подавляющее большинство, этот полис обнесен стеной, стеной. Иногда, если разрастались, то, значит, там еще одна стена, да? Если были, ну, скажем так, демографические рывки, поднимались на второй этаж, третий этаж дома. Узенькие улицы у этих полисов. Но у полиса находилась еще и хора, земля. И каждый полис имел еще, ну, земля, территория. Хора – это округа. Округа. Члены полиса. Каждый имел земельный участок, вот такой кусочек от этого общака, от этой земли. И, кстати, вот сейчас у нас проходит конференция, о чем я сказал вначале, да, в Платонских, в Платонской конференции. Сейчас было несколько докладов по Сократу. Сократ удивляется, да, что, ой, вышел за пределы полиса. Но на самом деле, да, давно он уже не выходил за пределы того, что мы бы назвали городом, за городские стены. Но на самом деле, конечно, в основном граждане занимались своими участками, потому что с них они имели доходы. И только тот, кто имеет участок, земельный участок, только тот, кто может с помощью этого участка обеспечить себе панопли, опля, как бы, да, воинский доспех, вооружение, панопли, как бы, всеобщий воинский доспех. Только тот, кто может защищать и экономически независимым, он имеет кусок земли, вот только тот способен, имеет право голоса на собрание. Только тот может высказываться, выбирать, быть избранным и так далее. А только тот может быть, собственно, гражданином, то есть частицей этого полиса, принадлежать этому полису. Смотрите, я говорю все в мужском роде. Действительно так, речь о женщинах не идет. Греческая культура – это мужская культура. Выбирают и выбираются только мужчины. Женщины не самостоятельны в этом смысле. Да, они гражданки. Но до замужества, там, лет 13-14, да, до замужества она под опекой отца. Замуж выдали под опекой мужа. Она не может не подавать в суд, там, самостоятельно как-то себя вести и защищаться. Разводятся, он должен позаботиться о ней, там, передать, там, брату двоюродную, там, и своих товарищей. Вот. Речь идет о гражданках. Чувствуете, да? И гражданах. Граждане – это те, кто владеет. Еще раз, участком, он им принадлежит, этот участок. С него они получали доходы, и на эти доходы живут. Поэтому все, кто рабы, а рабы были численно больше, их группа была больше, жившая вот на этой же территории. Рабы, так называемые метайки, метайки, чужаки, извините, понаехали тут, да? Они живут здесь, они могут быть свободными, эти люди. Они могут иметь свой бизнес здесь. Они могут, они должны платить налоги. Граждане не платят налоги. Граждане в своей украине. Но они никогда не получат гражданство. То есть они никогда не станут членами этого полиса. Следующий момент. Полис – это не только локальное, как я сейчас здесь описал. Ну вот, наверное, я сейчас покажу одну из картинок. Ну, посмотрите, да? Афины. Афины – это акрополь афинский. Вот разваленный. Разваленный храм Афины. Знаменитый Парфенон. Вот здесь Парфилей, вот Эрехтейн, храм Ники, Аптерос Бескрылый и так далее, и микотека, и так далее. И вот видно современный Афин. Мы могли бы себе представить, что вот там, вот там были бы стены, да, появятся лучшие, а это такое на возвышении. Что такое акрополь? Акра – гора, полис, акрополь. То есть такой город на горе. По-русски бы мы сказали – Кремль. Кремль. Дальше строятся поселения, мастерские, посадки. Ну вот дальше обносится стеной, вот, для защиты. А за этим вот локально представленным находятся земельные угодья, владельцами которых являются граждане полиса. Так вот теперь, смотрите. И каждый кичился не делиться с остальными. И каждый считал, что мы можем сойтись на одной площади и решить самые важные государственные дела. У нас это невозможно в нашей стране, да, то есть мы самых лучших выбираем государственную дуну, которым делегируем свои, как бы, да, полномочия, они решают самые важные вопросы в управлении государством. А греки в каждом полисе могли запросто собраться на агора. Не агора, как говорят на канале культуры. Агора. Могли собраться на агоре, на рыночной площади. Агора – это еще не только рыночная площадь. Изначально рыночная площадь, там, где торговлю ведется. Мужчины в основном. Женщины дома сидят с детьми, ткут. А мужчины берут с собой пару рабов, закупаются, отправляют и весь световой день проводят на агоре. Где подороже купить, там, какие политические события, откуда корабль приплыл, что он какие новости принес. И так вот проходят вот эти иногда перерастающие в дебаты на рыночной площади. Так что со временем агора стал термином, определяющим народное собрание. Вот эти сходки, да. Так вот, запросто могли собраться. Как вы думаете, сколько их было, граждан, полисов? Калининград. Численные. Численные. Которые собирались, которые граждане полисов? Можете, человек. Тысячи. Несколько тысяч. Несколько тысяч. В среднем, как принято считать, где-то от тысячи до двух. Несколько тысяч, как, например, Спарта, 9 тысяч. Это считался полис гигант. 9 тысяч – это полис гигант. А так, мы знаем, благодаря данным уже не письменных источников, ну, конечно, не было никакой статистики, да. Мы знаем, благодаря данным археологии, раскопанный полностью полис, планировки, все прочее, число домов, предполагая, что, вот столько, один хозяин, да, столько-то детей и так далее, где-то около двух тысяч в среднем. Это звучат рабы. Рабы, женщины, и женщины не считаются. И, значит, гости, понаехавшие, все это не считается. И вот этот полис, они могли запросто собраться на рыночной площади и обсуждать вместе, совокупно, да, самое важное государственное дело. Избирать кому-то из своих для того, чтобы он управлял и так далее. Но был и суперполис. Это Афины. Ну, здесь на картине показан центр, как бы, Афин, да. Это был полис афинцев. Вот здесь Афины, которые и ныне являются столицей Греции, современной Греции. Афины, накануне Пелопонезской войны, 431 год, около 35 тысяч. Это Вавилон, понимаете, это что там пострашнее? Это Москва, понимаете. Это попал туда и потерялся. Для человека, приехавшего из среднего, потому что, тем более, из маленького полиса, это катастрофа. Вместе с тем, действительно, Афины – это уникальный полис. Полис, который в V веке мнил себя и заставлял других таким образом действовать. Мнил себя школой Эллады у Фукидида, один из греческих историков Фукидид, в его сочинении «Иссурия» политик афинский перикол произносит. Афины – это Греция Греции. Опа, да, все флаги в гости к нам. В V веке один лирический поэт написал, кто не был в Афинах, тот чурбан, а кто был и не понял их красоты, тот осил. То есть, Афины позиционировали себя как такой супер полис, действительно, во многом, как бы, имея основание для этого, театр, это все афинское, да. Афины стали главой Афинского союза морского, 200 полисов объединили и впервые проявляли имперские обиды и качали с них средства на восстановление своего полиса. Мы вас защитим в случае очередного нападения имперсов, но вы только в общую казну подавайте средства. Но еще раз говорю, это уникальный случай, а афины в этом смысле пострадали в итоге. В итоге империализм был наказан со стороны Спарты, со стороны простой, воинственной Спарты, которая под лозунгом освобождении греков нанесла поражение Афине. Дальше, смотрите, говоря о численности полиса, говоря о локальности, мне бы хотелось еще на одном моменте сосредоточиться. Это ментальное. У того же Фукидида, первый из ученых-историков, отцом истории принято называть Геродота, его младшие современники, чуть помладше Фукидида, который в чем-то спорит с Геродотом, ни разу не называя его, в чем-то спорят, создает научный труд, научный подход к исследованию прошлого. И вот Фукидида пишет, и подплыли такие-то корабли к побережью, и сошли с этих кораблей. Афинский полис такой-то, полис такой-то. Это что, в смысле, вот эти здания, что ли, переехали с территории? Нет, конечно. Полис, еще раз говорю, мы начали с этого, это локально, да, да, локально описывается. Находится там, но не это главное. Полис это вот здесь. Или в сердце моего. Ленинград, Саратов, Владивосток, да, все, хватит. Вот, то есть полис это осознание того, что я родился, буду иметь землю только здесь. Законы, которые будут поощрять и наказывать меня, это только афинские законы, ну если я афинец, да, или там спартанец. Если, значит, мой полис разрушен, не дай бог, а по правилам ведения войны, это нормально, стерли с лица земли, снесли стены, женщины, детей в рабство, мужчин вырезали. Мы встречаемся с этим неоднократно, ну я, может быть, так суровую картинку нарисовал, но зачастую. Таковы правила, значит, победителей. Но могли перенести, могли перенести с этого места в лукость и там поделив между собой землю, распределив участки, продолжить жизнь этого полиса. То есть не к месту привязанное, не локально, а что-то иное. Мы все частички вот этой единой корпорации, мы все и есть этот полис. Не каждый один из нас. Что-то в этом есть такое, наверное, советское, да, потому что, смотрите, да, на первом месте коллективное начало. Принципиально важно. Это утверждают и философы, и политологи. Политологи-философы, греческие я имею в виду, да. Аристотель. Аристотель говорил, человек – это животное, живущее в полисе. Антропосости, зоонополитикон. Ну, переверим, там, политический. А не тот актедр, понимаете, да. В том смысле, зоон, животное, зверушка, зоон, политикон, которое в полисе живет. И не полис, мало ли какой-нибудь. Это не человек. Это тот, кто живет в полисе, и только совокупно с остальными. Он служит этому полису. Оторванный от полиса, он не сможет, он не сможет существовать. Полис, без него, так сказать, происшествует, да, он не сможет. Поэтому, вот, мне кажется, выработанное греками какое-то, с одной стороны, да, привязка к своему, к родному, к своему коллективу, не столько к земле, сколько вот к этой, как бы, корпорации, да, только среди рожденных здесь, только они являются полисом. В этом была, конечно, сила греков. Но была их слабость, как показалось, потому что их стремление к разъединению, как раз к тому, чтобы пропагандировать, держаться полисной культурой, в итоге привело к тому, что приходит на смену римская сила. И так вот по частям одолевает их. Я бы хотел еще двух эпизодов коснуться, но у нас вышло время. Может быть, я затронул буквально минуту только один момент. Военная организация. Это очень интересно. Меня сейчас не интересует война, наша тема полис, и я свяжу это с полисом. Посмотрите вот на эту картину. Здесь представлены гоплиты. Греческие, я уже. Ну, у спартанцев очень часто лямбда, буква л, да? Буква л на счетах, лакония и так далее. Ну, в общем, здесь собирательные. Это вообще такие современные рисунки, реконструкции. Посмотрите, того, чего не знала предыдущая, то полисная культура. Что мы встречаем многомерно? Те, кто не читал, прочитайте, а кто не читал, перечитайте. Это герои, это поединки, описание поединка. Что дает полисная культура? Она вообще ментально все изменяет. Я принадлежу полису. Что является важным? Все равны в этом пункте. Вот, как пальцы встроили. Фаланга рождается только как результат полисной культуры. Одинаковый щит, щит круглый, защищая себя и своего соседа. Также защищен сосед. Ну, и так далее. Длинное копье в несколько метров. Шлем. Ну, шлем-то, конечно, обязательно уже каждый самому по себе, по своей голове взял. Да, если щит, ну, от отца достаться. Поножи, панцирь. Панцирь зачастую не металлический, как обычно представляют. Да, сваришься просто. Летом сваришься. Те, кто бывали в Греции. Панцирь. Значит, укороченный меч. Копье. Шлем. Вот это вот то, что называется панопли. И все одинаковые. Каждый должен себе обеспечить. Армии не было у греков. Долгое время. До эпохи эвилинизма. Не было. Каждый от 18 до 60 в случае необходимости должен встать на защиту своего отечества. Для этого он должен иметь от своего участка, с доходов, вот такую-то паноплию. И все они одинаково построены. Полис – это равенство всех. Конечно, кто-то поспособнее, кто-то похитрее, поделовительнее. Кто-то более состоятельный. Кто-то там больной. По причине немощи не может быть активным. Но они все равны. И это выражалось и в социальной организации, и в культурной, и в политической. При том, что они все состязались, будучи равными. И в военной организации. Ну, давайте на этом остановимся. Какие есть вопросы, я готов кратенько ответить. А может быть, отвечаю, что ты еще раз скажу. А могли ли они переезжать из полиса в полис? Да, конечно. Конечно, но гражданином ты нигде никогда не будешь. Самое страшное было... Ну, с кем? Я не знаю. Слышали, наверное, такое слово? Острокизм, да? Острокизм. Самое страшное было – соберутся всем коллективом равными. И проголосуют черепками. Набитым, набитым предметом, разбитым, да, уже испорченным, обычным посудом. Писали имя того, который не угоден в полис. И выпирали на 10 лет. Никаких санкций. Семья его без репрессий. Друзья его без репрессий. Но он 10 лет не может жить в пределах своего полиса на этой земле. Это было страшное наказание. Возвращаясь в основном уже будущим политическим другом. Это в основном поступали так с самыми крутыми политиками. С политиками, принесшие наибольшую пользу своему полису. Вам не кажется, это парадоксально? Из опасений, что этот политик сорвется, он настолько авторитистом, что он в раз и станет тираном полису. Проводили раз в год весной вот такие вот голосования. Голосования. Голосования этими черепками. Острокон, так острокон в множественном числе. Вот эти вот черепкования, скажем так, да, голосования. И изгоняем. И изгоняем. Сократ тоже ведь, да, предлагает там выбор. Нет, я останусь в своем полисе. Сгинешь, но я останусь в своем полисе. То есть, конечно, не просто связь с землей. Это связь с общиной своей. Полис это ментальный, культурный, как угодно. Даня Толеев. Да, вопрос. А мог, получается, нерожденный, по праву раздельника, являющийся гражданином, человек мог, прибывший в полис, стать гражданином? Ну вот, собственно, я к этому и подводил. А вообще были ли какие-то исключения? Скажу так. Ну, несколько минут у нас есть, да? Все равно, отвечаем к вопросу. Значит, скажу так. Вот смотрите. Мы знаем много, это были исключения, но мы знаем много примеров такого характера. Условия. Я из Петербурга. Мой друг в Саратове. Другой друг в Москве. Я еду к нему, в Москву, к тому другу, в Петербург. И мы заключаем, это аристократические обычаи, то есть это для родовитых фамилий. Мы заключаем обучие, который назывался Ксения. Ксения. Имя, которое я тоже вам знаком. Ксения – это обучие гостеприимства. Ты делишь не о чем-то. Он, твой гостеприимец, делишь кровь с ним, пищу, обмениваетесь дарами. И заключается обучие, которое переходит из поколения в поколение. И вот представьте себе. Я приезжаю в Саратов, да, вот так живу. Ну, или там, я из парка в Афин. Он принимает, но он может рассчитывать, и на мой пленок здесь, в Афинах. Но нет у него никаких правок. А я буду содействовать по праву Ксении. Я буду помогать ему в суд подавать, место в театре занять, место, ну и так далее. Самые разные массовые примеры. Так вот, дальше. Второй человек попадает к тому же человеку из другого полиса и заключает с ним обучие Ксении. Третий, четвертый, ну уж я не знаю, с какого числа это может быть. И они могут, приехавшие из спарки в Афин, несколько заключившие это обучие, подать в своем полисе прошение на проксении. Сделать этого человека из другого полиса. Гостеприимцев. Полиса. Не личное гостеприимство, да, полисовца. Тогда он может приезжать в этот полис и рассчитывать на поддержку самого полиса, его администрация. Конечно, и каждый из этого полиса тоже может рассчитывать. И вот такого рода личные или межполисные, государственные, мы сразу запутаемся, да. Третий, никогда не было государственных, я уже объяснил. Межполисные связи были очень ценны. Решить такой-то вопрос, там, в случае, допустим, нагреженности, да, военных дел, экономических, торговых дел. Вот как раз на уровне ксенических отношений это все и решалось. И в дополнение к этому, а если он родился здесь только от Афинина и Афиненки, он же не получит дополнительного участка земли, как, каким образом, это условие. И только по мужской линии. Иногда самые крутые политики попадали, вот, например, в 451 году Перикл, Перикл, да, по имени которого даже называют «Золотой век Перикл». Перикл предложил проект закона. Только тот, кто родился от Афинина и Афиненки, может считаться гражданином Афины. В 451 год. В 40-е, в 30-е. В 431 началась война. В 430-м случилось то, что, вам сказать, такая пандемия. Страшная чума в Афинке, страшная. Одни говорят, что сын, это ли, до 4-й части Аттики выпасил. У других, говорят, даже треть скинула, да, умирали. И Фухидид, наш историк, ее пережил, симптомы описывал. И Перикл, когда у нее умерли два сына, и остался один от сожительницы, от ГТР. Он говорит, она не гражданин, она не может быть вообще. Вот, а спасть, она была с метиленом нарезанностью. Он умолял у граждан. По своему же закону 20-летней давности, да, «Позвольте мне, как описывает Плутах Рыдаев, «Позвольте мне, чтобы единственный на него сын, который не гражданин, получил у гражданства». То есть, это было очень сложно, вот с такими ходами, как бы, да. А так, вообще, очень следили и кичились, как бы, да, своей автономностью. И следили вот за соблюдением всех этих дел. За пределами полиса, столкновение какое-то одного с другим из разных полисов, это даже могло не попадать под законный полис, не в полисе. А почему это описано по региону государства? Что? Гражданство его получило, то есть сын? Сын Перикова. Получил. Далее смилостивилось народное собрание, дали, а в 429 году сам Перикова уходил. И вот эта аспасия, которая была его, скажем так, содержанка. Гетеры – это не проститутки, да, это содержанки. Это те, которые с богатыми людьми живут. В общем, за их сейчас нахожусь. Астафин. Правильно. Гейши, да, вот японские традиции, они специально готовятся, они очень образованные, в отличие от джон, в отличие от обычных граждан, да. И вот с сыном, получившим гражданство, она становится содержанкой другого, богатенького, там, лисикого. Ну, это не важно, да. Но вот вымыли. Это было исключением. Потому что, конечно, очень кичились, как бы, чистотой. В этом, еще раз скажу, была и сила, но в этом была и слабость. Какие еще есть вопросы? Последний вопрос, да? Молодец. Ну, у меня тут, скорее, личность. Можете ли вы порекомендовать какую-нибудь литературу, вот именно по политической организации полис? Давайте я назову сейчас две-три работы, которые и интересные, к тому же, да, по тематике, о которой вы спрашиваете, но и очень интересные для чтения. Первого-наперво я бы вам предложил такую, она научно-популярная книжка, по-моему, есть в нашем порядке слов, это «Соседняя дверь, сорок и дай», на первом этаже. Автор Игорь Евгений Юрьевич Суриков, московский исследователь, наш мой корректор Суриков, называется «Полис», «Логос», «Космос». Это «Москва» 2012 и было дополнительно в 2015. Легко написано обо всем, что касается, ну вот о «Космосе» я сегодня два слова сказал, о «Полисе» более подробно. «Логос» это то, что связано, как бы, «Логос» более «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бога». Так вот, это о культуре в целом. Здесь и социальные организации, и политические организации. Рабы у, собственно, да, политов, у граждан полисов. То есть, Азия и Европа, противостояние, и такие, как бы, геополитические концепты, там, из мифологии, да, похищение Зевсом из Азии женщины Европы, которую он возит в Европу, и это дает, то есть, из Азии, по всей целой Европы, Европа так получается. Вот. И многие другие интересные вещи, в том числе и проблема греческого чуда. Это проблема, как это определить, и многое другое другое. Второе, второе, ну, это уже вот я назвал, по-моему, суперисточник, это Геродот, читайте и перечитывайте. Геродот, называется его труд «История». История. И назову еще одну работу, тоже, чтобы она была увлекательной, и вот как раз обо всем об этом. Это Андреев Ю.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В. Называется «Цена свободы», о, кстати, прогрет. «Цена свободы и гармония». Какова же «Цена?» «Цена свободы и гармония». Это уже Санкт-Петербург, 98-й год. Ну вот, начните с этих работ. Они увлекательные, они о разных аспектах, как раз о полисной культуре. И у Андреева, он как раз сторонник взгляда на большое влияние психологических, таких ментальных моментов. Погональный дух грек, погональный дух, стремление к состязательности, и так далее. Ну вот, то, с чего начать. Давайте поблагодарим друг друга, вас за терпение. Мне кажется, что я что-то такое вам передал. Давайте попрощаемся. Всего доброго, до новых встреч.